Сейчас мы читаем из недельного чтения, которое называется Беалутха. И у кого есть Библия на русском языке, вы не знаете, что такое Беалутха. Это книга чисел, 8 глава, с нее начинается. И мы читаем 14 первых стихов. Еще раз, книга чисел. Для тех, кто недавно в Израиле, есть принятая схема чтения священных писаний, которая разделена еще во времена Езры, которая разделила писание на 52 куска, чтобы за год прочитывать полностью священное писание. И мы просто идем по кускам этим. Вот сейчас мы уже дошли до Беалутха, это книга чисел. 8 глава, с первого по 14 стих. Пожалуйста, Моше. Баруху от Идонай המבурак. Баруха, Идонай, мебурак, леолам ва ад. Баруха, Идонай, мебурак, леолам ва ад. Баруха, Идонай, Идонай, Идону, милаха, оллам, Ашеба харבנו мекол хамин, Баруха, Идонай, идону, милаха, оллам, Баруха, Идонай, идону, милаха, оллам, Баруха, идону, милаха, оллам, Баруха, Идонай, идоная, оллам, Баруха, Идонай, идону, милаха, оллам, Субтитры создавал DimaTorzok 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 сумерек, совершает его по всем предписаниям и законам. Моше повелел сынам Израилев завершить Песох, и они совершили Песох в Синайской пустыне в 14 день первого месяца с наступлением сумерек. Сыны Израилев сделали все в точности так, как повелел Господь Моше. Были там люди, которые оказались нечисты, коре, бывает такая ситуация, из-за прикосновения к мертвому телу, и не могли в этот день совершить Песох. Они пришли к Моше и Арону и сказали, мы нечисты из-за прикосновения к мертвому телу. Неужели мы не можем совершить приношение Господу в положенный срок вместе с сынами Израилевыми? Моше сказал им, постойте здесь, я пойду и слышу от Господа, как он распорядится о вас. Господь сказал Моше, передайся нам Израилевым, если кто из вас или ваших потомкам осквернится прикосновением к мертвому телу или окажется далеко от дома, в пути, он все равно должен совершить Песох Господу. Пусть он совершит ее в 14 день второго месяца с наступлением сумерек. То есть, имеется в виду, не получилось, в этом месяце, через месяц сделайте, потому что в Песохе есть там внутри сакральная сила. Здесь написано, как Бог дал заповедь Песоха, чтобы каждый год каждый еврей обязательно совершал Песох и вспоминал день избавления от Египетского арабцев. Дальше в этой главе говорится про Скини и Сабрадье. Я понимаю так. Облако, которое было на Четром Севета, это прообраз Духа Святого. Я понимаю, что я имею в виду, что я имею в виду, что это демок от Руга Кудес, который украсит от каждого ма-мин. Я хочу, чтобы в жизни было так. Всегда быть послушным Господу. Никогда не идти спереди Духа Святого. Искать только Божий Волетт для своей жизни. Я думаю, что многие люди, которые решили с Моисеем, в землю Метову, хотели быстрее прийти в то место, которое им обещал Бог. В землю, где течет молоко и мё. Но мы видели, что иногда они стояли только месяц, день, неделю, месяц и больше месяц. Но мы говорим, что иногда они были обязаны находиться в доме один день, день, неделю, 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 неделю. Эти люди добирали Духа Святого. иначе иначе Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok